Дисклеймер. В этом ролике никак не будет упомянут Моргенштерн. Несмотря на то, что он подходит, казалось бы, по теме, во-первых, есть мой личный бэкграунд, а во-вторых, он сам не претендует на то, чтобы его музыку именно обсуждали. Поэтому мы и не будем. Приятного просмотра. Товарищи, ролик сегодня будет просто охеренный. Вы наверняка уже видели кучу видео, типа, какой-нибудь взрослый в духе мамы или батя реагирует на какую-нибудь современную музыку. Реже можно встретить, как профессиональный музыкант реагирует на какую-нибудь современную музыку. Но вот именно обсудить с настоящим профессионалом, прям с большой буквы, эту самую современную музыку никто и не собирается. Может, никто не может, но это уже не важно. Важно то, что я нашел замечательного мультиинструменталиста, дирижера, человека, который окончил 4 консерватории и с трех лет, вдумайтесь, с трех лет выступает на сцене. Вот что вы делали в три года? Я вот точно ничего полезного не делал. А Юрий Медяник уже выступал на сцене. И здесь ему, конечно, не три года побольше, но все равно производит впечатление, я думаю. И дальше я тоже вставляю кадры, которые просто должны показать вам, с какого рода профессионалом мы имеем дело. И, собственно, когда вы будете дальше смотреть ролик, именно держите в голове, насколько лучше этот человек понимает музыку, чем я точно, и, я думаю, критическое большинство тех, кто этот ролик посмотрит. К слову, у Юрия Медяника есть свой канал на Ютубе, и поэтому, если вы сами профессиональный музыкант или вас интересует мир классической музыки, то это один из достойнейших ресурсов на русскоязычном Ютубе. Настоятельно рекомендую подписаться. Перед съемкой беседы я спросил у подписчиков в своем Инстаграме, чтобы вы вот показали дирижеру, какую музыку вы считаете вот музыкой с большой буквы. Мне накидали самого разного. В итоге я ему показывал и Гост Мейна, и Бульвара Депо, и Металлику включал, и Билли Айлиш, и Кровосток даже показал. Все это есть в таймингах, да, ролик длинный, но мы обсудили кучу очень интересных вопросов, поэтому здрасте, вы на канале Сейна, приятного просмотра. И перед началом ролика хочу вас поздравить. Да, под Новый Год выйдет видос, в котором я буду в костюме Гринча. Я, когда это предлагал, думал, что его можно купить за какие-то вменяемые деньги, а казалось, нет, там все эти костюмы по десятке, они реально довольно дорогие. Вот, а я как бы только в этот раз планирую быть Гринчем, не сказать, что это мой какой-то там самый любимый персонаж. Вот, поэтому нужно будет как-то арендовать костюм, но это уже моя запара. Но к чему я тогда это рассказывал? К тому, что лучший вариант подготовиться к Новому Году, это закупить подарки прямо сейчас. А где это сделать? Конечно же, на Алиэкспрессе. Почему именно сейчас? Потому что, если вы вдруг забыли, сейчас Черная Пятница. Она идет вот до этого числа. То есть, у вас совсем немного времени осталось. Поэтому советую вам поторопиться и поназаказывать на Алике подарков на всех просто людей, которые вот вам важны и которых вы хотите поздравить. К тому же, вы действительно можете хватить на всех с такими-то скидками. Притом, речь не идет совершенно про всякий ширпотреб и дешевую китайщину. Есть реально супер клевые вещи, которые просто нельзя найти ни в каких магазинах в вашем городе. Вот прямо сейчас вы их видите на экранах, и ссылки конкретно на эти товары будут в описании к этому ролику. Как и офигенный промокод, который дает вам скидос! Скидку аж в 250 рублев при заказе от 500. То есть, он может скинуть даже половину вашей суммы заказа. По-моему, очень клево. Поэтому переходите по ссылочкам в описании, заказывайте подарочки, дарите оригинальные подарочки, и будьте самым интересным и креативным в этом новом году. Дай бог, чтобы уже 21-й наступил. Господи, как я устал. Честно говоря, вот из всего конкретно вот трэш-метал и вот метал того времени, это мой любимый звук вообще. Я вот в какую бы музыку ни уходил, я всегда возвращаюсь вот примерно туда и слушаю что-то такое. И я только недавно начал задумываться именно из-за того, что вот артисты типа предыдущего, которого мы слушали, они очень вдохновляются этим же периодом. И мало того, что половина рэперов берут себе живой аккомпанемент, и он звучит как металл тех лет, также и в принципе вдохновляются самими образами и самому подходу к звуку. То есть там те же брейкдауны, по сути, их переизобрели рэперы, и теперь они делают так же только в битах. Но при этом в металле существуют соляки, в металле существуют другие вещи, которые и многие скинули металл как вершину музыкальности, именно потому, что он со стороны обывателя местами выглядит безумно сложно. Там на гитаре очень много струб. Безумно сложно в чем? Безумно сложно в том, чтобы его производить. Выглядят очень учеными люди, у которых, знаете, как это называется, сладж, не сладж, джент-гитара. Есть когда два грифа? Есть когда два грифа, а есть когда гриф, но он очень толстый. Там как будто два грифа склеены, и он вот так вот бегает по ним руками. Выглядит просто неплохо. Но это для большего диапазона. Да, да. То есть это и бас, и гитара одновременно. Но это если знать. А так это выглядит как будто он просто очень умный, ему нужно больше струны. Все эти люди академии не кончали. Кстати, зря вы так. Ну, по крайней мере эти я достоверно знаю. Металлики? Да. Металлика и Мегадет, там более того, половина из них, они начали заниматься музыкой, чтобы дравиться тёлкам. Буквально. То есть это цитаты из интервью, что ну я так начинал. Теперь я вот эталон для всех парней в дворе. И я думаю, многие музыканты, которые там уже кончали академию и в итоге играют там металл на гитарах, они всё равно вдохновлялись теми же, кто никогда в жизни вообще нигде не учился, а просто дома с гитарой сидел. Почему это выглядит всё сложнее? Потому что в металле форма построения произведений, а в металле это всё-таки произведение, наверное, больше, чем песни, потому что инструментала там больше, чем слов. Ну, плюс-минус, но тем не менее. Как правило, да. Очень серьёзно отрабатывает барабанщик во всех металл-группах. Да, очень серьёзно отрабатывает свой хлеб гитаристы, потому что это постоянная основа, это фундаментально, это база, это фундамент для всего звучания. Для того, чтобы всё это играть действительно вот с этим качем, я не знаю, как это можно в нашем времени сказать. Да, это кач, по сути дела. Действительно нужно очень много заниматься. Прямо очень много заниматься. И это кажется сложным, и это действительно сложным является, когда это качественный металл. Ну, мы не рассматриваем сейчас какие-то группы, там, не знаю, воровые, когда действительно качественный металл. Всё, что касается формы произведений группы, там, тоже та же самая «Металлика», она, по сути дела, взятая из классической музыки. Ну, конечно. Она взятая и даже ещё из джазовых композиций, потому что существует рефрен, то есть это экспонирование темы, ну, допустим, это какой-то запев, да, там, не знаю, как правильно это назвать, запев, запев-припев, да? Ну, припев, да. Ну, вот запев, да, запев. Мы доходим до первого припева. Потом существует раздел... Ну, куплет, да, куплет. Потом существует раздел, где каждый из участников, там, каждый, кто играет на гитаре, должен показать своё соло, да? Да. Отлично, хорошо. А послушайте любую джазовую композицию. То же самое. Запев, ну, куплет, да, куплет, какая-то первая тема. Понятно. А потом начинается соло каждого из музыкантов. Окей, если есть это трио, например, барабаны, контрабас и рояль, значит, сначала идёт, ну, условно говоря, сначала идёт трио, в трио идёт соло контрабаса, в это время рояль и барабаны играют самый минимум для того, чтобы человек показал свою виртуозность. Потом идёт соло-барабанщика. Правильно? Да. Сравнивайте с металликой. Так и есть? Да, да, именно так и есть. Так и есть. И все там тыкают только аккордики на первую долечку для того, чтобы не мешать человеку показать, насколько он гениален. Он показывает, насколько он гениален, что здесь, что здесь. Потом рояль. Отлично. Теперь эти молчат. Рояль играет соло. И потом все возвращаются и играют обратно. Потрясающе. Все вместе. Вот, пожалуйста, вот металл. Все то же самое. Просто да, это звучит тяжело. Потому что электрогитары так звучат. Потому что у них такой, не знаю, как это называется, там, сэмплер какой-нибудь там, куда они втыкают. Ну, звук такой. Звук такой. Да, звук такой. Законный жанр. Потому что барабанная установка, это тебе не три барабана и там две тарелки, да, а это шесть. Там снейры стоят, там, не знаю, сколько их, два, три, там, 16-16 дюймовые стоят. Барабаны, томы, нижние томы, там, все, и две-три бочки, пожалуйста. Это законный жанр. Это законный жанр. Поэтому это слушается тяжело. Но форма, кто-то из великих поэтов сказал, что форма умирает последней. То есть, можно говорить любые слова, можно говорить все, что угодно, но форма произведения умирает последней. Невозможно сначала при изготовлении, кавычка, эволюции в музыке, в искусстве, нельзя сразу сломать форму. Можно сломать только внутреннюю наполненность. И поэтому форма из джаза перепрыгнула в металл, а из металла получается в современный хип-хоп. Ну, вот такой уже. Почему нет? Вообще. Почему нет? А в свое время форма в джаз перепрыгнула из классики. Кто играл джаз классический первый? Да, классические музыканты. Классические музыканты. Кто играл бибоп? Классические музыканты. Вообще. Насчет выхода из жанра. По сути дела сейчас все настолько размыто, все границы, рамки жанров настолько размыты, что сейчас уже можно, наверное, говорить о том, что дебютный альбом или дебютная запись какого-либо артиста, ну, с классическими музыкантами, здесь все проще, потому что зависит от репертуара, который они играют. Репертуар делает рамки, делает рамки жанра. У джазовых и у попсовых все-таки другая история, потому что можно говорить, наверное, о классификации жанра тогда, когда происходит дебютный альбом какой-либо группы или какого-либо артиста. Тогда его в понимании общественности нужно каким-то образом систематизировать хоть куда-то, его нужно куда-то определить. Поэтому первый альбом всегда может структурироваться жанрово. Дальше все уже зависит от того, куда артист хочет развиваться. То есть, если там, не знаю, ну, Дима Билан, это, или там, давайте так, Николай Басков, да? Ну, окей, это попса, да? Это попса. Но, например, для меня было удивительно, когда три года назад он обратился ко мне с вопросом и с просьбой, сможем ли мы записать альбом с симфоническим оркестром и с хором на тему религиозной поэзии. И человек это сделал. Человек остался в попсе? Ну, вроде как да. А человек ушел в классическую музыку? Ну, вроде как нет. При наличии симфонического оркестра все равно оркестр играет музыку, как бы классификации популярной музыки. Ну, то есть, вот, и завтра он сделает еще что-то иное, он останется в попсе или он пойдет в рэп? Его можно сразу классифицировать в рэп? Наверное, нет. Поэтому, вот просто... Ну, если сразу пойдет в рэп, то можно и классифицировать. Наверное. Ну, вы согласны, что, по сути дела, дебют, это как карточки в библиотеке. Вот вы приходите, вы просите там Куприна, например. Да, ну, вот смотрят, так-так-так-так-так-так, о, буква Ка, О, Ка, Куприн, отлично, хоп, поехали дальше. Вы же не просите, ну-ка, дайте мне, пожалуйста, вот произведение такого мужика, который там вот писал про сады и про леса и про русскую. Так-так, про сады и про леса, что это же у нас за карточка такая в библиотеке, да, такого нет. Вот, все. То есть, по сути дела, это тот же самый ярлык, который нужно повесить на шею какому-то артисту. Вот, о, классно, появился артист, классно, он рэп, а он джаз. Ну, хорошо. Сколько было вариантов, когда классические музыканты, начиная с кроссовера уходили в рок, начиная с рока уходили в попсу, группа Апокалиптика, четыре велончелиста. Да, да, знаю. Начинали, вот, я у них когда-то играл в Финляндии. Серьезно? На концерте, причем оказалось, что это был разогрев. Это была удивительная история. Мне было лет 12, наверное, 13, и я уже тогда гастролировал и как скрипач, и как паянист. И, ну, я приехал в Финляндию на концерты. Ну, замечательно, думаю, хорошо, отлично. У меня пианистка со мной, я играю классический репертуар, Винявского, Генделя, Баха. А вторая половина моего концерта – это баян. Я играю битхо, ой, играю буксты худе, франка. Ну, в общем, серьезных композиторов. Я выхожу, и у меня какое-то несоответствие. В 10 лет? Да, да. Ну, вообще, я начал гастролировать, я вышел на сцену в 3 года с инструментами. У меня первая гастроль была в 10 лет в Германии. Но дело не в этом. Я выхожу на сцену, и я понимаю, что какая-то странная достаточно публика, потому что все сидят в каких-то косухах, с эракезами, в больших сапогах, на липучках каких-то, на каких-то заклепках, в татухах все, и сидят при этом тихо, спокойно, очень внимательно слушают. Я сыграл полонез Винявского, думаю, ну, классно, все, поаплодировали, все хорошо, выдержали все. Дальше, то есть все очень чинно-благородно, но только я одного не помню, почему они так странно одеты. Ну, ладно, хорошо. И потом, значит, мой концерт заканчивается. Я не знал, кто готовится после меня. Обычная сцена, но эта сцена, как бы, Финляндия, там не так много концертных залов, это была сцена в огромном спортивном комплексе сделали. И потом, ну, вилончелисты выходят какие-то на сцену, думаю, ну, хорошо, отлично, я пожелал им удачи. Они сказали, молодцы, то есть мы сказали, молодец, все, поздравили друг друга, все хорошо. И они выходят и начинают какую-то, прям, из металлики играть. И эти ребята повскакивали и стали, в общем, делать то, что нужно делать. То есть вы разогревали Апокалиптику в 12 лет? В 12 лет. Офигеть! Вот это история. С этого надо было начинать представление вас, в принципе. Было такое дело, но я, честно говоря, я не знал. Тогда я не знал, что такое группа Апокалиптика, тогда я не знал, мне даже никто не сказал, что я должен, что мой концерт будет перед группой Апокалиптика, перед концертом группы Апокалиптика. Ну вот, такая вот история произошла. Ну вот, что мне делать? Не больно, не тяжело, не... Никак. Очень часто я и читаю, и у самого у меня есть такое вот ощущение, что ну почему? А эти ребята считаются музыкантами? Ну да. Ну а как? У них концерт, они там им подключают звук, они там, ну они называют себя музыкантами, они в музыкальных сервисах в разделе музыка. Ну я не знаю, это Бульвар Депо, да. Да, да, вот. Ну я его взял в пример, потому что таких на самом деле очень много. То есть там такие рэперы, всякие рэперы, которые конкретно именно так звучат, их множество. Вот в этом плане. Как с этим смеяться? Давайте сразу поймем, что такое, то есть кто такие рэперы? Люди, которые читают рэп. Читают рэп? Да, читают, не поют. Именно читают. Совершенно верно. Читают рэп. Они не должны называться певцами, верно? Они не певцы? Ну да, не певцы. Эти ребята поют? Нет, эти читают. Эти читают. Окей, хорошо, так, тогда снимаем там 25% существующего саунда, то есть даже не воспринимаем. Они разговаривают под музыку? Ну, то есть суть в том, чтобы ритмично воспроизвести текст. Окей. Текст они пишут сами? Да. Значит, теоретически. Не так уж и много пишут. Ну, хорошо. Теоретически мы должны воспринимать именно глубину их текстов. Ну, в данном случае, вот это именно, мне кажется, из истории, что это просто приятно слушать. То есть он же тут пропевает одну и ту же строчку. Вот. И тут не суть важна, что именно в тексте, важно, что именно что-то тебе там вот шепчут. И кому-то нравится это вот в общем как звучание. Я понял. Ну, мне кажется, что здесь вся сила только в самом бите. Да. То есть просто бит. Я не понял, честно говоря, ни одного слова, что он там пропел, потому что это еще и очень как-то странно засемплировано и обработано прям. Это вот тоже стиль. Да, не вопрос. Да, в рамках стиля есть какие-то свои законы, наверное, да? Но я могу сказать, вот по мне не цепляет. Кстати, мы с Юрием составили специальный плейлист с треками, которые он сам рекомендует. Там будет как классическая музыка, так и какие-то более понятные обычному неподготовленному слушателю вещи. Все это будет в моем закрытом паблике, вход в который через Патреон стоит 5 баксов. И помимо этого поста там уже огромная библиотека моих рекомендаций, рекомендаций некоторых гостей, моих видосов. И вообще куча всего интересного. Кино, книжки, фильмы, все. Возвращаемся к видосу. Все, что касается профессионализма в современной популярной музыке. Я, например, не знаю учебных заведений, где бы преподавался битбокс. Или, нет, неправильно. Нет, битбокс есть, ну, типа школы, курсы. Да, да, это битбокс. Но это курсы, но это не профессионально. Ты не можешь получить диплом. Бакалавр битбокс. Бакалавриат битбоксера. Этого нет. Или, например, почему ту же самую ударно-волновую музыку сейчас невозможно делать, ну, то есть профессионально в нашем представлении, в представлении академических музыкантов, потому что нигде ее не преподают. А как, к кому ее преподавать? То есть не то, чтобы кому, ни каким людям преподавать. А кто в качестве профессоров может это делать? Или в качестве педагогов? Кто? Кто эти люди? Окей, этого просто пока нет. Поэтому обвинять музыкантов, которые занимаются современной музыкой, которые делают биты, в том, что они не профессионалы, а как мы это можем делать? А негде учиться этому. То есть ты учишься по наитию, ты учишься у кого-то, ты учишься на каких-то мастер-классах. То есть с миру по нитке, не знаю, вот такая история. С миру по нитке научился, что-то переварил, это получилось, получил новый саунд, скачал новую базу звуков, попробовал, срослось, всем понравилось, показал маме с папой, они сказали, о, клево, тушь-тушь-тушь, все, пошло. Вот он весь профессионализм современных битмейкеров. Их обвинять в этом нельзя, что они не профессионалы. В своем роде они тоже, получается, профессионалы, только их учебное заведение – это жизнь. Здесь нужно совершенно четко понимать, музыка – это сопровождение жизни или музыка – это элемент черпания какой-то информации, какой-то информации, которая говорит с головой человека, а не с его инстинктами. Вот эта музыка, мне кажется, она не говорит с вашим интеллектом, когда вы ее слушаете, правильно? И вы сейчас подтвердили это, что кто-то ездит под музыку в метро, ну, это прикольно само по себе, да, ездить под музыку в метро, клево, а я поехал до конечной станции под музыку в метро. Да, я не сомневаюсь, масса людей наверняка включает музыку в метро, но эта музыка для чего? Музыка для фона, правильно? Да. Она взывает к вашим инстинктам. Ритм. Да. Что было первое? Звук или удар? Удар. Удар, удар, потому что тогда, когда мочили мамонтов люди, которые не могли еще между собой разговаривать, они говорили только У, А, И, И и так далее, но зато они очень ритмично били, правильно? Да. Они очень ритмично били как мамонта, чтобы его убить, так и праздновали потом. И до сих пор там всякие племенные песни. Естественно, потому что это первично, потому что мы воспринимаем ритм, а потом мы воспринимаем звук. Это инстинкт, против этого ничего невозможно сделать, это наши гены. Причем это код всего человечества, это ритм, прежде всего. И получается, что поп-музыка, она совсем, ну, именно такая, знаете, стереотипная поп-музыка, там какая-нибудь песня про сиськи, которая при этом вот с каким-нибудь вот таким вот ритмом, это получается от начала до конца и в аранжировке, и в тексте, и во всем это взывание чистых инстинктов. Абсолютно. Абсолютно. Причем это идеальное сочетание. И чем больше инстинктов цепанешь, если еще как-то про вкусную еду будет, и что-нибудь еще. Про вкусную еду у тебя слюнки потекут, и еще и вот это еду. И котик на обложке красивый. Ну, насчет котика я не знаю, но вот мне просто удивительно попалась в уши фраза какого-то современного исполнителя, я... у меня в руках твой зад, я его фанат, ну вот это просто шедевр. Я даже не помню, кто это, но я это недавно слышал. Это просто шедевр рифмоплетства, ну фанат... А какой глубокий смысл? Супер. Ну, конечно, это не супер. Давайте по-честному. Как профессиональные музыканты смотрят на непрофессиональных? Я не знаю, потому что... Потому что... Как сказать вам правильно? Ну, со стороны это выглядит как повод для жуткой обиды, что вот у меня, вы говорили там, 4-5 консерваторий у людей, они на это жизнь кладут, а кто-то буквально там бам-бам-бам скачал бит в интернете, на него что-то наговорил, и все. И это мировая слава. Вы сейчас уводите в другую историю. Вы сейчас уводите в историю такой потенциальной зависти. Вот ваш вопрос звучал именно так. Зависть, обиды, и все. 4 консерватории, 5 консерваторий закончил, и нет успеха. Да. А вот биток скачал, 3 слова положил, и стал популярен. Я вас хочу разуверить, люди профессиональные, которые занимаются классической академической музыкой, как правило, из-за того, что они воспитаны на очень высоких примерах, великих композиторов, художников, поэтов и так далее, и как правило, это все судьбы этих людей, это примеры такого подвижничества, это примеры, когда люди действительно кладут всю свою жизнь для служения искусству. И, в принципе, на вот таких примерах психология профессионального музыканта, если он действительно увлеченный музыкант, он впитывает это и постепенно начинает жить этими же самыми идеалами. Ну, то есть, условно говоря, среди многих-многих музыкантов вы найдете, например, психологию такую. Ну, не важно, что я сегодня там не доел стейк рибай какой-нибудь, что у меня на это нет денег, зато я вот могу купить себе лишнюю трость для Гобоя, и я смогу исполнить вот великое произведение вот того, как композитора, о котором мечтал. Понимаете, это немножко другие ценности, чуть-чуть другие ценности. Человек может смотреть закрытыми глазами на какие-то неурядицы, там какие-то комфорта какого-то или недостаток какого-то комфорта, поскольку у него есть возможность творить. Ну, примеров масса, да, Ван Гог так ни одну картину и не продал за всю свою жизнь. Тем не менее, сейчас они стоят многие миллионы. Но при жизни Ван Гог получал удовольствие от того, что он рисовал сам процесс смешения цветов. Ну, это легко почитать о нем все, что угодно, его переписку с братом. И он при этом сам по себе был глубоко несчастен. Он был глубоко несчастен, но тогда в процессе, когда он это делал, вот это была его реальная жизнь, в процессе создания того или иного шедевра. Да, и кстати, при этом он был непрофессиональным художником. А, ну да. Тоже вопрос. Потому что в этом стиле абсолютно невозможно было никому на тот момент научить. Как, если он был первооткрывателем? Возьмите пуантилистов, возьмите до кого угодно, возьмите кандинского. Кто до кандинского глобально, глобально занимался вот таким направлением? Кто мог его обучить? Его обучали те люди, которые творили в другом жанре. Правильно? Но обучили профессионально, сделали базу, сделали фундамент. И этот фундамент позволил ему уже самостоятельно искать свое направление и свой стиль, и свой мазок в правильном смысле слова. Свой мазок художника. Правильный жест. И в этом плане любое творчество работает одинаково, что бы это ни было. Я думаю, что да. Потому что особенно важен именно фундамент. Фундамент, на котором строится дом. Вы не будете начинать дом строить со второго этажа. Вы будете строить с фундамента. Если этого фундамента нет, то это либо музыкант, который как раз создал хайп. То есть условно, вот как вы правильно сказали, скачал где-нибудь чего-нибудь, три слова прилепил. Отлично, все, пошло-поехало, вышел один хит. Ну, может быть, на этой волне выйдет в этом же стиле второй хит. Окей. Но если у этого человека нет того самого базы, пусть даже в своем направлении, если он не понимает, куда дальше развиваться. Не просто там где-то нахватать, нацеплять каких-то беточков из этого что-то такое слепить и выпустить, а играть в долгую. Я думаю, что это будет такая временная история. Оп, товарищ, снова здравствуй. Это не вторая реклама, я не настолько наглый. Просто раз ты досмотрел до этого момента, то, видимо, тебе нравится мой канал, поэтому, плиз, подпишись на него и поставь колокольчик. Это просто нужно для того, чтобы ролики лучше продвигались, потому что, когда ты их смотришь без этих штук, то они продвигаются хуже. Поэтому просто нажми эти, блин, две кнопки и существенно помоги каналу. А еще в этом ролике, как и во всех остальных, можно выиграть мой шикарный стикер-пак. Вот этот вот. Мы уже отправили аж четыре штуки и отправляем их вот с каждого ролика буквально. Что нужно сделать? Нужно написать в комментариях исполнителя, которого лично ты считаешь вот прям вершиной музыкальности, который вот прям музыка-музычище-музычище. Пишешь название группы, например, Казенный унитаз, и почему же они такие вот шикарные. Например, там у них превосходные мелодичные соляги, голос солиста струится просто как патока, а их тексты вершина гениальности. Например, так, пиши это в комментах, и лучший, самый залайканный или просто тот, который лично мне больше всего понравится коммент, получит мой шикарный стикер-пак на халяву. Отправим в любую точку мира, но лучше это будет в России. И возвращаю вас к видосу. И вот прям в тему ударно-волновой у меня есть исполнитель, который однозначно пишет ударно-волновую музыку, но гораздо более изобретательную, чем вот и то, что мы только что слушали, и чем вообще, по-моему, большинство всей ударно-волновой музыки. Этот звук сейчас... Ну, наверняка... Понравилась эта фраза, ударно-волновая. Мне очень понравилось. Словосочетание ударно-волновая. Я реально, я беру себе, мне прям вот супер. И как раз здесь тоже ударно-волновая. И в чем суть? В том, что сейчас этот звук много где, но на момент, когда он это выпустил, было очень мало подобного, и это был чисто экспериментальный звук, совершенно новый. То есть именно так грязно его делать... Если я не узнаю автора этого шедевра, вы не обидитесь? Я думал, вы никого здесь не узнаете, честно. А, нет, нет. Бульвар Депой. Да, вот Бульвар Депой искренне удивился, на самом деле. Дверь и маркет. Давайте. Да. Вопрос встречный. Вы не уходите? Не-не, я не ухожу, нормально. Вопрос. Вы как бы классифицировали это? Это музыка? Или? Нет, это музыка? Вопрос. Да. Это музыка? Да. Второй вопрос. Есть ли здесь хотя бы одна звучащая нота? Я не знаю. Наверное, да. Наверное, что-то нет. Нету? Ноты нет. Что такое нота? Нота это звуковысотность какого-либо звучания. Звуковысотность. Так. Что было здесь? Здесь был очень грамотно организованный ударно-волновой процесс. Почему грамотно организованный? Ну, просто как человек, связанный более-менее с аранжировкой, я понимаю. Самые удачные аранжировки, самые лучшие аранжировки, которые выстреливают, это аранжировки, которые в структуре которой наименьшее количество линий, треков. Да, да, да. То есть, что такое аранжировка? Аранжировка – это мультитрек, который сводится в единое звучание. Почему он называется трек? Понятно. Почему он называется мульти? Потому что это много-много инструментов. Здесь я насчитал три линии. Это линия баса, даже не баса, это получается бочки. Бочки, вот этот низкий. Да, да, это абсолютно… Сам, да, это не знаю, какой там, 800… Восьмой. Восьмой, наверное, да, не знаю. Окей. Это линия человека читающего, мне непонятно на каком языке. Да, да, английский. Прекрасно, спасибо, что сказали. Я ни одного слова не понял, правда, хотя по-английски говорю. И вот этот вот интермедиа, вот эта какая-то там перебивка или бридж, который называется, да? Да. По сути дела, всё. И в этом не было ни одной ноты? А это как? Это что? Это как… Ну, вы услышали там ноту какую-нибудь там хотя бы там-там-там. Я допускаю, что я бы мог не услышать ничего, даже если бы там это было. Но… Это уже вопрос сведения. Как это всё дело закамуфлировано. То есть, это с точки зрения звука… Это ритмическая структура. То есть, я бы не назвал это музыкой, я бы назвал это композицией. Вот очень модное слово – композиция. А композицию можно компилировать из чего угодно. Из разговора, из ударов, из ритма, из звучания ударных инструментов, из крика, из, не знаю, звука упавшей чашки разбитой. Это всё, что вон. Это компиляция. Это компиляция для композиции, но это не музыка. У White Stripes есть потрясающая песня Little Room. Она длится 50 секунд и состоит просто из того, что барабанщица вот так вот бьёт по одному барабану всю песню. И он очень простенький мотив на это напевает. То есть, по сути, это то же самое, только значительно изменённое. Ну, наверное. Ну, наверное, да. Ну, если вы говорите, что мотив есть, значит, там уже хотя бы какая-то есть музыка или хотя бы какой-то… Ну, тут тоже мотив какой-то есть. Ну, окей, хорошо. Какой-то мотив есть. Ну, как бы скажу, что вот здесь музыки нет. Да, очень классно. Это качает. Вот этот низкий бас, он качает. Да, это интересно. Это необычный саунд, потому что я думаю, что, наверное, до них этого никто не делал, скорее всего. Ну, и это стало глобальным трендом после… Классно. Значит, они первооткрыватели. Супер. Значит, они нашли вот этот саунд. Потому что сейчас очень важно для любой музыки найти свой саунд. А не всегда так было? Другая история. В классической музыке не саунд нужно было найти, а нужно было найти свой композиторский почерк. А саунд был у всех более-менее один? Конечно. Потому что всё зависело от того, какие есть возможности для исполнения музыки. Вот сейчас какие есть возможности для того, чтобы… Из чего можно сейчас сделать музыку? Из любых сэмплов. Да? Любой звук, любые клавишные инструменты, база звуков огромная. Что было раньше? Ну, давайте возьмём, например, период Моцарта. Что было раньше? Какие были звуки? Из звуки инструментов. Причём даже не всех инструментов, которые мы сейчас знаем. Ну, окей, были струнные все. Был набор определённых духовых инструментов. Был, скажем так, скудный набор медных духовых инструментов. Ну, там какие-то валторные в натуральном строе, трубы там в натуральном строе. Тубы? Ну, я бы не сказал. Ударные инструменты? Литавры, тарелочки. То есть, просто было меньше звуков? Было меньше звуков. И в рамках… То есть, именно в этих рамках композиторы должны были найти свой стиль. Чтобы музыка композитора Моцарта отличалась от музыки и композитора Сальери. И вот в чём была загвоздка. Другое дело дальше. Исполнители должны были расшифровывать этот стиль. Ну, то есть, во времена Моцарта что было ещё? Во времена Моцарта не было Шопена, не было Бетховена. То есть, люди не знали другой музыки. Вот это была их музыка. Это была их популярная музыка. Сейчас популярная музыка вот эта. Но возможностей для её изготовления сейчас значительно больше. Можем ли мы тогда сказать крамольную и страшную мысль про то, что если бы те, кто сейчас признаны классиками, имели такой же инструментарий, они, возможно, развлекались бы подобным образом? Они могли развлекаться как угодно. Потому что я уверен, что те люди, которые остались в истории музыки, они были гениальными. Но я думаю, что спорить бесполезно. Это логично, да. Осталось их известных, там, человек 50, было 500. Да. Если они прошли такой жёсткий отбор, то, скорее всего, они действительно гениальны. Да, конечно, человеку дают возможность, человеку дают рычаг воздействия на свою аудиторию. Либо рычаг воздействия, то есть, не рычаг воздействия, рычаг реализации собственного таланта. Если у него под руками скрипка, он напишет для скрипки. Если у него под руками сэмплер какой-нибудь, он напишет для сэмплера. Ну, окей. Почему нет? Но специально вы музыку, которая не ведёт диалога с вашим интеллектом, не включаете? Конечно, нет. Потому что фактически любая музыка, любое звучание так или иначе взывает к интеллекту. Тебе интересно, чем обусловлен выбор, например, аранжировщика того или иного инструмента. Или вот ты слушаешь какой-нибудь Love Me Tender, современной какой-нибудь обработки, и ты понимаешь, ага, здесь остался только один контрабас и остался, например, там, остался контрабас и рояль в начале аранжировки. Конечно, это работа с интеллектом, потому что ты понимаешь, что в процессе произведения, в процессе пьесы развиваются отношения между инструментами, добавляются какие-то другие инструменты. Вот она развитие, вот она форма, вот она кульминация и так далее. Это все равно не значит, что я сижу и анализирую с бумажкой, там, с карандашиком, записываю, вот здесь вот этот ступил, здесь этот ступил. Нет. Но в любом случае это работа с интеллектом, с музыкальным интеллектом. Это подсознательно может происходить, но это здорово. И можем ли мы тогда жестоко сказать, что люди, которые слушают музыку, которая не работает с интеллектом, популярность этой музыки обусловлена недостатком в общем образованности музыкальной? Я бы не говорил о недостатке музыкальной образованности. Образование недостаток. А образованность это разные вещи. Образованность и образование это разные вещи, конечно. То есть, как бы вы исправляли ситуацию или пусть хрен бы с ней? Ну, это в масштабах страны нужно этим заниматься и не одним поколением. Поэтому сейчас, думаю, в самое ближайшее время, год-два-три, ничего невозможно сделать. По крайней мере, с тем поколением, которому уже сейчас 18-20, сделать невозможно. Здрасте. Да, я понимаю. Вопрос в другом. Новое поколение нужно приобщать к любого рода музыке, а главное пониманию, что это за музыка. Пусть это будет джаз, пусть это будет даже ударно-волновая музыка, но нужно давать людям понять, давать детям понять, что это, почему это, как это, с чем это едят и так далее. Но почему я говорю о новом поколении? Потому что это должно происходить инстинктивно. Это должно происходить на уровне подсознания. Это должно происходить тогда, когда ребенок не понимает, что его сейчас обучают. это должно происходить тогда, когда ребенок впитывает музыку, культуру, какие-то примеры прекрасного, впитывает бессознательно, сразу в подсознание. Ну, то есть, вы же не знаете, например, если вас кормят с трех лет черной икрой на завтрак каждый день, вы же не знаете, что это деликатес, или вы не знаете, что это дорого. Когда вы вырастаете, вы потом понимаете, блин, чего-то мне не хватает. Мне не хватает черной икры, которой меня кормила бабушка или родители с трех лет. И ты потом начинаешь понимать, а, ой, это же, оказывается, значит, а, дорого, редко, б, и, ну, вообще, это супер деликатес, это ц. Ага, а всего этого вы не знали. Для вас это уже просто часть вашего детства. Точно так же. То есть, человеку, которому включают джаз какого-нибудь Эрла Гарнера с детства, он не знает, кто такой Эрл Гарнер, и что он великий, или он, ну, что он супермузыкант, он понимает, что, а, это музыка из моего детства. А потом он узнает о том, что этот человек сделал то, 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 стал знаменитым благодаря этому, этому, этому. Но для него это настолько же естественно, как и съесть тот же самый бутерброд с черной икрой. Качалку, купил боксерские перчатки, спиздили в школе. Кстати, даже здесь есть мотивчик. Пам, 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 пам. Да, и в отличие от других рэперов, которые, можно сказать, что они все-таки читают, у них есть какая-то там ритмика, да, здесь он именно говорит в ритм, именно разговаривает. И в этом фишка с самого начала. Да, классно. Как, вот, вот что с этим? Это композиция, не композиция? Это музыка, не музыка? Это композиция, это композиция. Человек читает, он делает это честно, по крайней мере. Он не пытается петь, правильно? Да. То есть, он никого не пытается обманывать в данном случае. У него чистые тексты, отлично. И внимание публики концентрируется именно на том, что он говорит. Кстати, это один из первых случаев, когда вот из всей этой музыки, которую вы мне поставили. А, вы поняли слова. Я понял слова, да. Это правда. То есть, это тоже классно, это плюс. Для меня это, для меня самого это загадка, потому что я обычно, я обычно как раз, когда далеко уходят от музыки, то есть, даже когда читают, не то, что не совсем в ритм, а как-то очень сложно это построено, неказисто. Я это не могу слушать, потому что меня это раздражает. Я вам объясню, почему. Существует огромное количество исследований по поводу внимания и какое количество секунд внимания человек может сосредотачивать. Это не максимум 40 секунд на чем-то астинатном, то есть, на чем-то постоянном. 40 секунд. Не попадайте в эту опасность при изготовлении или при прослушивании музыки. Больше 40 секунд, поверьте, ваше внимание физиологически не будет приковано к тому, что вы делаете монотонным. 40 секунд человек читает на одной звуковой сотности, через 40 секунд вы перестанете понимать смысл. Окей, то есть, за это всегда нужно постоянно скакать. Конечно, конечно. Представьте себе, самые простые вещи, ну, самый ходовой темп – это 120 ударов в секунду. Почему 120 ударов в секунду, как думаете? Не знаю. Потому что это изменяется? Сердце. При этом сердце. Отлично. А еще? Марш. А почему марширует вовремя? Потому что сердце так случилось. Все очень просто. Самый ходовой темп – 120, 120. Посчитайте, 120 очень легко делить на секунды. 120 ударов в минуту – это значит, сколько ударов в секунду? Два. Так, отлично. Офигеть. 40 секунд – почему держится ваше внимание? Два удара в секунду, правильно? Это один такт музыки. Да ну, это же элементарная вещь. Посчитайте. Вот и держится ваше внимание. Почему раньше джазовые композиции, ну и сейчас джазовые композиции больше 7-8 минут? Потому что внутри каждого этой композиции, этой музыки, вы можете вычленить соло одного человека, и хватит вашего внимания на то, чтобы услышать каждого. Почему существуют брейки? Именно для этого. 40 секунд ваше внимание или меньше. Потом брейк. Ваше внимание переключается на что-то другое. На другой тематизм музыки. На другую тональность. На что-то еще. И потом возвращается. Почему? Куплеты. Куплет – припев. Подумайте. Да, чтобы как раз была изменяемость. Офигеть. Конечно. Это элементарные вещи. Это открыто давным-давно умными музыкантами и психологами, кстати. Просто психологи, музыканты открыли это интуитивно еще 6 веков назад. А современные психологи это утвердили с точки зрения науки. А вы думаете, что это вот музыка, да? Да, да. Ну, то есть вы думаете, что это вот так талантливо сделано? Это так качает. Магия. Ну, боже мой, качает, ну, качает, да. Но это же просчитано гениальными людьми давным-давно. Да, низкий бас – классно. Почему, как думаете? Потому что это как раз заставляет двигаться. Да. А почему высокие частоты вы долго не можете воспринимать? Не знаю. Это какая-то природная мышца. Я думаю, меня это просто бесит самого. Вас это бесит. Именно так. Потому что высокие частоты влияют на вашу психику. Очень громкая музыка влияет на вашу психику. А какой инстинкт возникает? Инстинкт страха. А, громкий звук пугает? Очень громко. Потому что как крик женщины, точно. Конечно. Офигеть. Конечно. Громкая музыка. Почему успех очень многих групп кислотных, не знаю, почему клубная музыка очень популярна сейчас? Как раз из-за сверх ритмичности? Ритмичность. Конечно. Вы попадаете в клуб, и вы находитесь в этом движении постоянно. Когда вы находитесь 5 минут, 10 минут, это у вас просто клево, потому что это нравится, да? Вы находитесь час, это начинает гипнотическое действие. Вы находитесь 2-3, и вас начинает переть просто от того, что вы находитесь в этом состоянии. Вы не воспринимаете, что у вас уже постоянно вот это вот астинатное, одинаковое движение. Это правда. Я больше люблю металл, но концерты люблю больше рэп-концерты. Дело в трансе. Вот такие дела. По-моему, очень интересно получилось. Пиши, что думаешь про это в комментариях. Подписывайся на мой закрытый паблик, где я рекомендую музыку, фильмы, книжки и кучу эксклюзивного контента. Мой телеграм-канал, где очень крутые статейки. Мой инстаграм, который просто искусство постмодерна. И спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. Субтитры сделал DimaTorzok